200 миллионов рублей задолжали управляющие компании Инты за свет, тепло и воду. Между тем, неплатежи горожан почти в два раза больше, 400 с лишним миллионов. Как решают проблемы индийские власти, расскажет Наталья Литкевич. Вот мы тут живем, сколько раз свет пропадал в подъезде. Два раза по два дня они как... Ну, в потемках, вот по зиме как бы. А вас кто обслуживает? Какая компания? Звезда, ЖЭК. Некачественное оказание коммунальных услуг в городе давно никого не удивляет. Оно и понятно. Старый жилой фонд, прогнившие трубы, неплатежи населения. Однако в последнее время появились и положительные отзывы. Там и сетки, и семечки, и что только там не было. Что сейчас лучше, чище. А вы с чем это связываете? То, что сейчас порядка побольше стало? Вот это я не знаю. Может, ЖЭК другой у них стал, у нас. Другое дело. А так... Ну, намного чище. Написали бумажку, расписались, и сразу тепло на другой день стало. У нас деньги не брали. Но они сделали сами все. Огромные долги, накопленные за последние 3-4 года, подчас и взыскивать неиского. Новоиспеченные управляющие компании, растущие как грибы после дождя, вскоре объявляют себя банкротами. Долги просто огромные. Почему я говорю? Первым шагом, которым мы занимались, это платежи ТГК переводили напрямую. Потому что в результате, когда управляющая компания выступала посредником, долги бешено росли управляющей компанией. Второй шаг – избавление от криминальной составляющей. Например, фасад вот этого дома по улице Кирова ремонтировали меньше года назад. Однако лучше он не стал. Причина – в существовавшей системе ремонта муниципального жилья. Предоплату подрядчики использовали не всегда по назначению. Получается так, что у нас такие организации, которые имеют задолженность по зарплате, выступили подрядчиками, выполняли работу. Вот куда ушли эти 30%? Скорее всего, на то, что погашали. Получив заказ, отдавали деньги. Не хватало денег на качественное обслуживание домов и у интинской компании «Ремсервис». «Ремсервис» возбуждено уголовное дело. Это в основном хищение, злоупотребление. Это в отчасти жилищно-коммунального хозяйства, в отношении должностного лица. Здесь проводится расследование. Недавние изменения в законодательстве позволили требовать от подрядчика при заключении контракта залог, а оплачивать работу уже по факту, в зависимости от качества. Желающие работать по такому принципу есть. Появились и управляющие компании, которые стараются обслуживать жилой фонд на совесть. Не решена пока одна, но глобальная проблема. Как убедить население заплатить свои коммунальные долги? Наталья Литкевич, Артём Соколов, телеканал Юрган, Инта.